Залипали на огромный самсунг, а теперь пора на тренировку. Погнали! Так, мы дошли до площадочки. Она находится рядом с метро Сокол, рядом с магазином Workout. Вот такая вот небольшая и серо-красная площадочка. Опять ветер, поэтому могут быть проблемы со звуком. Здесь есть, в принципе, все необходимое. Турники, брусья, много турников. Жалко, нет гнутых брусьев. Плюс в том, что турники, на удивление, зафиксированы на нормальной высоте, как и рукоход. Ну, по крайней мере, один из рукоходов. На них хотя бы можно заниматься. Гнутые брусья, простите, простите, не заметил, мне солнце светило. Все, на этой площадке есть, в принципе, все, что нужно. Сделано, конечно, криво немного, но заниматься можно. Еще кто-то накидал сюда покрышек, чтобы их можно было лупить, но почему-то их немного побили. Так, что у нас сегодня по темам? Сегодня тема про тренировки зимой была. Как правильно одеваться. Как видите, я тоже утепляюсь. Блин, без водолаза, который закрывает шею вообще сейчас никуда с такими ветрами и хладрогами. И предыдущая тема была про перчатки, про то, как защитить руки от мозолей. У меня нет мозолей, потому что я, в принципе, очень мало занимаюсь на турниках. Но когда я занимаюсь, я занимаюсь в перчатках. Вот они мои убитые. Убитые F1. Я не знаю, им уже года два, три. Третий, наверное, сейчас сезон идет. Вот. Ну, я же сказал, я редко занимаюсь, поэтому мне хватает на несколько сезонов. Ну, и плюс к этому, у меня есть и F2, и F3. Все зависит от того, для какой цели их использовать. То есть, если мне нужно потянуться максимальное количество раз или сделать какую-то статику, я использую F3. Если я отжимаюсь на брусик, то я использую F2, потому что, когда ты отжимаешься на брусик, тебе иногда нужно... Ну, тебе, в принципе, нужно, чтобы хват был крепкий, но иногда нужно, там, чуть-чуть сместить руку. В F3 этого сделать не получится. Просто один намертво хватает. В F2 можешь чуть-чуть передвинуться, это удобнее. И когда я делаю выходы силой на турнике, я, естественно, делаю их в F1, потому что они защищают от мозолей, они обеспечат нейтральный хват. То есть, именно то, что им нужно. У них удобно делать выходы, и при этом ты не будешь страдать от мозолей. Вот. Ну, и что касается меня. Пока занимаюсь его в летних, но когда температура уйдет ниже нуля, одену утепленные, со специальным материалом, утеплителем, в котором будет тепло заниматься. Я всю прошлую зиму в них прозанимался. На видяшках видно, и это очень приятно, когда рукам не холодно. Вот, например, сейчас мне держать камеру холодно, руки становятся из-за ветра. Все, наверное, надо переставать болтать, надо разминаться и делать круги. Круги, как я уже сказал вчера, я еще немножко усложню. Я делаю 5 подтягиваний, поэтому у меня и нет мозолей, потому что я делаю 5 подтягиваний. 15 приседаний, 15 отжиманий от пола, от скамеечки. Вот здесь опять же есть скамеечка, это радует. И 10 приседаний. Итак, 4 круга на этой неделе, все еще 4 круга. Вот. Приседания добавил, как я уже говорил, для того, чтобы согреваться, для того, чтобы не остывать всем телом, не остывать между кругами. Все, разминаюсь и погнали! Для кого-то путь к счастью, обладать властью. Для кого-то сон это счастье. Для кого-то полумертвая добыча в пасти. Для кого-то в руке 4 карты одной масти. Кто-то полностью уверен, что тот путь потерян. Опровергаю эти мысли, я не верю зверю, который сидя дома, дожидаясь комы. Вращевает свои ноги в пол, словно гор. Не запомни, выжидать нет смысла. Сама убийца – это воля атеизма. Вера, пошло-то выше, поможет быть на финише. Надо приложить усилия, и ты увидишь, ты не одинок. Разбей свой замок, выбери свой путь, по которому ты шел. Б, жил Б, верил Б, жил Б, смог Б идти, ощущая цель впереди. Подними свой взгляд, и ты увидишь путь. Проползи там, где нельзя порхнуть. Проплыви там, где можно утонуть. Поговори с тем, кто знает, в чем суть. Подними свой взгляд, и ты увидишь путь. Проползи там, где нельзя порхнуть. Проплыви там, где можно утонуть. Поговори с тем, кто знает, в чем суть. Теперь ничего делать, затмение Добитый косяк, в поисках лечения Ручая, собака, холод, ветра Сердце плачет, значит скучает Свердится, зачем эта лирика? Это тоже мой путь, к счастью может быть Прошу забудь, будь счастлива, дива Воображение, так уж принято Уважение или поражение Прощание души, или же ясный сон Грязь лужи, или же вывлитый газон Я тоже хочу жить красиво Сыто, где же путь к моему счастью Скрыто, покрыто пылью мечта Вот такая вот Ушла тренировка сегодня Некоторые спрашивают в комментариях Что я буду делать с наступлением холодов А я продолжу тренироваться на улице Потому что воркаут это уличная дисциплина Поэтому Мы занимаемся на улице Кругой год Вне зависимости от погоды Дождь, снег Без разницы Выходишь на улицу На дурники И занимаешься Вот такие дела Если вы еще делали круги Удачные тренировки Если вы уже сделали Молодцы И увидимся завтра На новой площадке Пока Продолжение следует... Продолжение следует...